Удалось очень сильно сэкономить, потому что при первичном обсмотре у нас две фермы явно повело, и низ фермы, которая работает на растяжение, был перекурочен, узлы были деформированы, и ферма чудом устояла. Датчики, которые стоят на несущей конструкции, показали превышение проектной нагрузки в 4 раза в момент удара. Но когда стали разбираться, оказалось, что пострадало 6 ферм, и 6 ферм ушли от своего проектного положения, то есть они просели, низ растянулся. Я сам инженер-строитель, то есть самое простое решение – это сначала здание, ближе к поврежденной части, начинать его разбирать, 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 выйти до целой части и потом обратно собирать. Это практически надо было пол здания разобрать, пол здания собрать. То есть цена вопроса по такому объему работ, при том, что уходила бы тяжелая техника, могли бы и плиту, на которой лед заливается, это очень даже дорогая конструкция, убить. Миллионов 350-400 бы это стоило. Но наши специалисты с «Востокного металлорг-монтажа-2» сделали все за 80 миллионов. То есть они завели домкраты, каждую ферму на 4 дополнительных опоры поставили, подняли на проектную высоту, то есть она просевшая ферма была, подняли на проектную высоту, разгрузили, сняли нижний пояс. И это все на весу, вот на таком весу, да? Вот. Разгрузили, полностью сделали нижний пояс. Вот такие вот третьи узлы, вот эти узлы. Значит, они их тоже новые поставили. И еще по всему дворцу вот эти узлы усилили. То есть работа колоссальная, то есть это работа не... Работа нетипичная, да? То есть это работа, во-первых, штучная. Ну вот, для строителей вот такое восстановление покосившихся зданий, это наиболее тяжелое, потому что непредсказуемо, какие нагрузки в несущих конструкциях и какие напряжения уже существуют. Потому что эти напряжения могут вырваться наружу, и все, и здание упало.